В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о громких арестах, масштабных спецоперациях, чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. За одну ночь в Самаре сгорело пять машин. ЧП случилось во дворе на улице Старозагора во вторник. Пожар потушили оперативно. К счастью, никто не пострадал. Эксперты не исключают версию поджога. С очевидцами происшествия пообщалась наша съемочная группа. Вот начал центр гореть, подбегать. А рядом здесь стояла машина. Вот ее отгоняет человек. И сейчас начинают взрываться колеса. Это видео Денис Смолин снял со своего балкона во втором часу ночи. Говорит, сначала вспыхнула одна машина, потом пламя перекинулось на остальные четыре. Пожарных вызвали очевидцы. Огонь удалось потушить за несколько минут. По словам Денисов, в ту ночь во дворе не происходило ничего подозрительного. Тишина была. Абсолютно тишина. Потом начали убегать люди. Ну, кричать пожар. Все вручные начали машины отталкивать, которые стояли рядом. Выглянул в окошко, смотрит. Огонь светло. И горят. Потом еще три-четыре взрыва было еще. Второй взрыв был. Я это видел. Так, на метрах на семь вверх. И искры белые, потом красные. Словам очевидцев, первой загорелась вот эта четверка. И уже с нее огонь распространился настоящие рядом автомобили. Звуки взрывающегося оборудования и покрышек разбудили полдвора. Люди выбежали на улицу. К счастью, жители не пострадали. Теперь парковка во дворе на улице Старая Загора больше напоминает автомобильную свалку. Пресловутая четверка сгорела полностью. Ущерб, нанесенный остальным автомобилем, еще предстоит установить. По словам жителей, этот пожар не первый. Примерно полгода назад здесь уже сгорели две машины. Практически на том же месте. Люди рассказывают с парковками. В этом дворе всегда было сложно. Автомобилей очень много. Сейчас на месте ЧП работают полицейские. В ходе работы на месте происшествия следственная оперативная группа провела работу по установлению возможных очевидцев происшествия, по установлению видеокамер и изъятию видеозаписи с них. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В Самаре пожары на транспорте не редкость. С начала года сгорели уже 75 машин. Почти в половине случаев поджог. Эту версию не исключают и сейчас. В ходе опроса очевидцев и осмотре места пожара с участием экспертов судебно-экспертного учреждения испытательной пожарной лаборатории установлено, что очаг пожара расположен в салоне автомобиля ВАЗ-2104. Наиболее вероятной причиной пожара послужил поджог. С места пожара были изъяты образцы грунта для установления наличия средств совершения поджога. Элементы обшивки салона изъяты для установления используемого источника зажигания. По факту ЧП полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отработали навыки вне плана. Спецоперацию провела новокуйбышевская полиция в ответ на звонок о подозрительной коробке. Местный житель сообщил в дежурную часть, что во дворе жилого дома находится бесхозный предмет. Полицейские отреагировали немедленно. Квартал оцепили. Участковые и спасатели проникли во двор по пожарной лестнице и крышам гаражей. Этим же путем эвакуировали жителей. Прибывшие сотрудники Росгвардии произвели два гидроудара по подозрительной коробке, которая оказалась пустой. Меж тем, подобные сообщения всю неделю поступали в плановом режиме. В Самарской области прошли антитеррористические учения. Муляжи взрывных устройств обезвреживали во всех районах. Причем заранее о месте закладки не сообщалось. Учения завершились сегодня. В страшном ДТП на Московском шоссе погибли водитель мотоцикла и его пассажирка. Трагедия случилась в ночь на субботу. По предварительным данным, примерно в 4 утра в направлении улицы Киевской ехал эвакуатор. Поворачивая на коммунистическую, водитель предположительно нарушил правила очередности и столкнулся с мотоциклом, который тут же отбросило на другой эвакуатор. По словам очевидцев, мотоцикл от сильного удара взорвался. Водитель погиб на месте. Пассажирку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она вскоре скончалась. Сейчас полицейские проводят проверку. Еще одна трагедия на дороге. В Самаре под колесами грузовика погибла пожилая женщина. ДТП произошло на перекрестке заводского шоссе и улицы 22-го партсъезда. Это место пользуется дурной славой у сотрудников ГИБДД. Такое происшествие здесь не первое. На оживленном перекрестке есть светофор, но многие пенсионеры его игнорируют. Идут напрямую по кратчайшему пути. Олег Зверев пообщался с полицейскими и нарушителями. Это уже третий подобное ДТП на злополучном перекрестке с начала года. Пенсионеры переходили проезжую часть в неустановленном месте, буквально в 20 метрах от светофора. Водитель не заметил пешеходов. В итоге одна из бабушек в больнице, другая под колесами грузовика. Ориентировочно в 13.00 водитель, управляя автомашиной КАМАЗ, следуя по улице 22-го партсъезда со стороны Красных Коммунаров в сторону заводского шоссе, допустил наезд на пешехода, переходящую проезжую часть справа налево по ходу движения. В результате полученных травм пешеход скончался на месте. Движения на этом участке почти всегда напряженные. Здесь часто собираются пробка, рядом рынок и остановка общественного транспорта. При переходе надо сохранять бдительность, но чаще всего пожилые люди невнимательны. В итоге страдают не только пешеходы, но и водители. Расскажите нам в двух словах. Я скажу, но он не стоит, ничего вы не говорите. А смотрите, что случилось уже. Ой, как и идут. Ой, как и идут. Некого идти-то. Вот и идут. Вот и на двор. Она перешла и все. Туда иди на двор. Вон лежит перед командой. Эта женщина тоже пошла не глядя. Благо рядом оказался сотрудник ДПС, который вовремя остановил и помог перейти улицу. Сами пешеходы не отрицают, что как переходит дорогу в этом месте – настоящий беспредел. На светофор многие вообще не обращают внимания. Почему? У каждого своя правда. У меня обе ноги больные. Это туда надо угла, опять, опять сюда. Это мне трудно. Это очень неудобно. Где-то надо делать вот так, чтобы рынок уже и посвободнее переходил. Потому что мы нарушаем и все нарушаем. По мнению многих пешеходов, светофор расположен неудобно. Приходится делать крюк. Но даже в этом случае сотрудники ГИБДД вот на таких примерах предупреждают. Нарушать правила дорожного движения – это значит рисковать своей жизнью, а зачастую и здоровьем окружающих. Почти три килограмма анаболиков изъяли самарские таможенники. Крупную партию допинга контрабандисты замаскировали под подсолнечное масло и отправили посылкой из Китая. Согласно заключению эксперта, в состав представленных образцов входили сильно действующие вещества. Заведено уголовное дело в отношении 22-летнего самарца, который получил посылку на почте. Теперь ему грозит тюрьма. Со слов задержанного он знал о том, что данные сильнодействующие вещества ограничены перемещению к свободному распространению на территории Российской Федерации и заказывал данные вещества в личных целях. В соответствии с диспозицией статьи 226.1 гражданину грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В Самарской области продавали яйца, зараженные птичьим гриппом. По информации Главного управления ветеринарии и кабинета министров Татарстана, на птицефабрике Лаишевского района с 3 по 8 мая погибло около 5000 голов птицы. Исследование показало, причина – геном возбудителя птичьего гриппа. Предположительный источник инфекции – дикие особи. На комплексе не соблюдались ветеринарно-санитарные нормы. Яйца продавались в Казани, Вологодской, Кировской, Самарской областях, Республике Коми и Ямала, Ненецком автономном округе. До 1 мая весь падеж отправлялся для уничтожения на Самарский утильзавод. Заместителя главы одного из сельских поселений Самарской области подозревают в получении взятки. Как следует из материалов дела, чиновник получил 160 тысяч рублей от предпринимателя. За это разрешил складировать грунт в котловане без документов. Подозреваемого задержали в фитнес-клубе Тольятти. Предосмотревая машины, под ковриком полицейские обнаружили 30 тысяч рублей. В настоящее время Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получение взятки. Санкции данной статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы. Самарские полицейские разыскивают трех грабителей ломбарда на проспекте Масленниково. Преступление произошло в воскресенье в половине первого дня, сообщает пресс-служба областного полицейского главка. Сначала молодые люди пришли в ломбард на разведку, осмотрели витрины и ушли. Затем вернулись, прикрыв лица тряпками. Разбили витрину, похитили украшения и сбежали. Всем подозреваемым на вид не более 25 лет. Один в восточной внешности, двое славянской. Тех, кто узнал этих мужчин или стал свидетелем преступления, полицейские просят обращаться по телефонам, которые вы видите на экране. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»